Всем привет! В этом видео рассмотрим, как сделать скриншот средствами Windows 10 без использования специальных программ. Это видео будет полезно в первую очередь для начинающих пользователей, но и для тех, кто знает, как сделать скриншот. Видео будет также полезно, так как здесь будут рассмотрены некоторые функции, о которых не все знают. Итак, что такое скриншот? Скриншот это снимок экрана, всего экрана, либо определенной области, который можно сохранить в виде картинки. Скриншоты используются по-разному. Я, например, использую скриншоты для создания инструкций. Кто-то использует скриншоты для других целей. Например, нужно задать вопрос в интернете и прикрепить снимок с какими-то настройками. В общем, скриншоты используются по-разному и нужно уметь их делать. И здесь мы как раз рассмотрим все способы создания скриншота в Windows 10. Итак, самый простой способ сделать скриншот это использовать специальную клавишу на клавиатуре. Она называется Print Screen. Могут использоваться различные сокращения и находится она обычно в правой верхней части клавиатуры. Например, если мы запустим экранную клавиатуру, то увидим, что здесь клавиша Print Screen подписана вот таким образом. И довольно часто используется именно такое сокращение для этой клавиши. При нажатии на эту клавишу создается снимок всего экрана. И если вы используете облачное хранилище OneDrive, Яндекс.Диск, Dropbox и так далее, то обычно они подхватывают нажатие на клавишу Print Screen и предлагают сохранить картинку у себя в облаке. Мы здесь этот вариант не рассматриваем, поэтому закрываем окно и скриншот сейчас находится в памяти, в буфере. Его можно вставить в любую программу, в которую вообще возможно вставлять картинки. Например, в документ Word. Для того, чтобы вставить скриншот, нажимаем на клавиатуре Ctrl V, либо нажимаем правую кнопку мыши и выбираем вставить. Закрываем Word. Если вам нужно сохранить скриншот в виде картинки, то его можно вставить в любой графический редактор. Например, в Photoshop, Paint и так далее. Запустим Paint. Нажимаем Ctrl V и вставляем из буфера скриншот в Paint. Здесь мы можем отредактировать картинку, нарисовать что-то карандашом, то есть внести какие-то пояснения и сохранить скриншот в виде картинки. Для этого нажимаем сохранить. Указываем имя файла. Здесь выбираем место, где будет сохранен скриншот. Допустим, выберем папку изображения и снимки экрана. Закрываем Paint и идем далее. Если вам нужно сделать скриншот не всего экрана, а определенного окна, то для этого используем комбинацию клавиш Alt Print Screen. То есть нажимаем на клавиатуре Alt и нажимаем Print Screen. В памяти у нас сейчас находится скриншот для активного окна. Запустим тот же Paint. Нажимаем Ctrl V. И видим, что скриншот был сделан для выбранного окна. Вносим необходимые изменения и сохраняем скриншот. Далее, если вам нужно быстро сделать скриншот без попадания его в буфер обмена, то для этого используется комбинация клавиш Win Print Screen. Нажимаем на клавиатуре Win Print Screen. Делается скриншот всего экрана и сразу сохраняется в файле. Файл находится в папке изображения снимки экрана. Вот он, последний снимок экрана. Закрываем его. Сделаем скриншот еще раз. Нажимаем Win Print Screen. И видим, что здесь появляется новый скриншот. Далее, следующая комбинация клавиш Win Shift S. С помощью этой комбинации можно сделать скриншот прямоугольной формы любой области экрана. Нажмем Win Shift S. Видим, как меняется экран. У нас появляется вот такой крестик. И с его помощью выделяем ту часть экрана, для которой необходимо сделать скриншот. Скриншот у нас сейчас находится в буфере. Запускаем Paint. И вставляем скриншот. Также полезная функция. Например, мне часто нужно делать скриншот именно определенной области экрана. Я для этого использую программу Clip 2.NET. Здесь мы выбираем область экрана. И вот так создаем скриншот. Но если в скриншоте не нужно делать никаких пометок, а его необходимо вставить просто в Photoshop, то для этого можно использовать эту функцию Windows. Ну и последний способ – это инструмент ножницы. Запустить ножницы можно через поиск. Набираем здесь ножницы. И запускаем этот инструмент. Работать с ним просто. Здесь выбираем, какой нам необходимо сделать скриншот. Есть произвольная форма, прямоугольник, определенное окно и весь экран. Выбираем режим. При этом у нас сразу уже запускается создание скриншота. Выбираем здесь область. Для того, чтобы сделать какие-то пояснения на скриншоте, здесь есть два инструмента – перо и маркер. Что-то отмечаем вот таким образом. Для удаления того, что мы нарисовали, используем резинку. Просто нажимаем на том элементе, который нужно удалить. И удаляем то, что мы нарисовали. Для сохранения картинки нажимаем на эту кнопку. Здесь выбираем место, где будет сохранен скриншот. И сохраняем его. Еще раз запустим ножницы. Если режим выбирать не нужно, и вы часто используете один режим, то для создания скриншота просто нажимаем на кнопку «Создать». И выбираем необходимый фрагмент. В параметрах здесь ничего интересного нет. Единственная интересная настройка – это задержка создания скриншота. То есть мы можем задать определенную задержку. И создание скриншота начнется через заданное время. Нажимаем на кнопку «Создать». Ждем несколько секунд. И после этого появляется возможность сделать скриншот. Не знаю, для чего это нужно. Возможно, если есть необходимость сделать скриншот при запуске какой-то программы, то с помощью этой задержки мы можем сделать скриншот через несколько секунд. Что ж, вот такие в Windows есть инструменты для создания скриншотов. Я, например, ножницы не использую, но часто использую комбинации клавиш. WinPrintScreen для быстрого создания скриншота. И AltPrintScreen для создания скриншота активного окна. Ну а если у вас на клавиатуре нет клавиши PrintScreen, то для создания скриншотов можно использовать комбинации WinShift S либо использовать инструмент ножницы. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Нигулов Максим. Надеюсь, видео было полезным. Если это так, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. И до встречи в новых уроках. До встречи в новых уроках.